Фильмы 1942 года не советские. Ну, во-первых, Der Große König, наверное, надо это в оригинале на немецком сказать, потому что это трудно, это Великий Король переводит, но это немножко не то. Это фашистский фильм, соответственно, реклама традиционных ценностей немецкого народа. В 1942 году снималось, когда уже определенные поражения были, и они обращались к образу Фридриха, прусского короля, который от русских кучу всяких поражений одержал, но в конце все-таки победил. Как бы вот об этом и сюжет, что в XVIII веке тоже немцы терпели поражения от русских, но потом победили. Параллельно с этой историей про то, что король терпит поражение, но не сдается, там еще параллельно история некого Фельдфебеля Трескова и его невесты Луизы. Ну, в общем, там все это переплетается с историческими событиями. Видимо, мы должны сочувствовать вот этим народным героям, Фельдфебелю и дочери Мельника, поскольку он национал-социализм же, да? Ну и вот, в общем, он гибнет все-таки там за Германию, этот солдат, а Фридрих одерживает победу и потом видит Луизу с ребенком, его на руках. Дескать, жизнь продолжается, и Германия победила, хоть солдаты гибнут. Еще один фильм пропагандистский ГПУ. Вообще, очень много фильмов снимала Германия и Италия в начале 40-х антисоветских. Правда, большей части все запрещено, либо уничтожено. Продукция у них была обширная. Значит, фильм ГПУ, фильм 42-го года, потом, когда США начали холодную войну, они его чуть-чуть переделали и называли «Красный террор», и его запускали в США. Это антисоветский фильм. Некая Ольга Федорова работает в ГПУ. Работа в ГПУ заключается во всяческих преступлениях. Там она обнаруживает, что в ГПУ работают также убийцы ее семьи, она им мстит, потом переходит на сторону, соответственно, запада. КПУ, значит, там хватает неких Петера и Ирину, несчастных там, которые там в казематах советского торгового представительства в Нидерландах находятся. То есть даже торговые представительства советские, оказывается, все оборудованы казематами, в которых пытаются всяких людей, которые захватывают советские власти. Начинается наступление немцев на Нидерланды, которые позиционируются как освобождение, так сказать, от коммунизма всей Европы. Это 40-й год, стало быть. Ну вот, немцы наступают, а агенты ГПУ пытаются убить там всех узников своих. Однако те освобождаются и радостно встречают фашистские войска, которые пришли освободить от вот этого всего ГПУ страшного и демонического. Такой смысл фильма, короче. Одесса в огне, это итальянские. Итальянцы тоже очень много про фронт снимали. Там у них всякие героические священники, которые причащают этих русских под пулями, которые несут, так сказать, свет христианства и так далее. Причем, да, итальянцы много снимали именно про Россию, что они там, так сказать, спасают всех от большевизма. Но Читадеса в огне, это скорее про Молдавию. Смысл там такой. Там, кстати, реальная певица играет Мария Чеботарь, и она действительно молдаванка. Ну вот, некая оперная певица бежала в Кишинев после конфликта со своим мужем, а в Кишинев вступили советские войска. Они у нее забрали сына, и сына повезли в детский лагерь, где пытаются сделать из него коммуниста. Чтобы видеться со своим сыном, она, значит, изображает из себя советскую певицу, выступает в советских театрах, там и так далее. Ну и в конце, естественно, румыны всех освобождают, и все прекрасно. Ну, естественно, поскольку она певица оперная, то много поют в этом фильме. Так, это фашистские и американские, естественно, Касабланка, нужно сказать. Было много американских и английских тоже пропагандистских фильмов, но, к сожалению, достаточно слабые. Позже, может быть, там, в 43-м, 44-м, что-нибудь скажу. Шерлока Холмса снимали, как Шерлок Холмс с фашистами борются. Касабланка, Хамфри Богорд, Ингрид Бергман. Культовый фильм американский. Страшно, они его любят. Первоначально, вроде как, они его пытались, как обычный голливудский фильм сделать, но потом огромную получила популярность, потому что как раз в Касабланке высадились войска американские и так далее. И потом вообще всем зашло. Три Оскара. Американский институт киноискусства считает фильм лучшей мелодрамой всех времен американской. Диалоги американцы все время цитируют этого. Хамфри Богорда любят и все время поминают как свой образец. И, в общем, считается одним из лучших фильмов. Постоянно показывают по телевидению в США, говорят. И в кинотеатрах тоже. Ну, примерно вот как наши эти фильмы, культовые, советские, тоже в 40-х годах, многие до сих пор популярны. Вот Касабланка тоже. Честно говоря, мне не нравится Касабланк. Потому что это американец. Ну, ладно. Там будут сейчас ниже оценки европейских критиков, с которыми я солидарен. Литературная основа пьесы Мюррея Бернита и Джоан Эллисон все приходят к Рику. В общем, как правило, и сами эти киношники и критики считают, что пьеса была плохая. Они ее сильно переделали. Считали, что она чересчур пафосная. Я не знаю, что там переделали. Мне как раз кажется, что фильм чересчур пафосный. Видимо, пьеса была еще хуже фильма. В общем, они сами ее ругают. Сценарий полностью переделанный пьесы. Но кинокритики потом писали, что пьеса такое дерьмо, что и переделать ее было невозможно. Постоянно меняли концовку при этом. Прямо уже съемки велись, и они все еще сценарий дописывали. Такая история. Касабланкой назвали, потому что, да, готовилась туда высадка. И премьеру выдали как раз под высадку в этой Касабланке. В 43-м году уже седьмое место занял в прокате, и затем стал самым известным фильмом американским. Сюжет. Вот я не знаю, подробного, наверное, не надо пересказывать. Культы фильмов, как правило, все это смотрели или слышали. Сюжет там связан с тем, что главный герой, в принципе, вот Касабланка — это город, который под вершистской Францией, который считается нейтральной, хотя вроде как и фашистской. Реально, то есть герой торчит в спокойном месте, хотя в мире идет мировая война. Ну, видимо, нам это должно быть сейчас понятно, потому что у нас сейчас близко военные действия, но мы в сравнительно спокойных местах обычно торчим. Ну и вот перед ним выбор стоит поддерживать сопротивление французское, то есть участвовать в войне или нет. Он, естественно, фашистам не сочувствует, будущее американцам. Там во все это вплетена любовная интрига. Ну и, в общем, весь фильм кривляясь и кокетничая, герой в конце все-таки вступает на сторону сопротивления в этом смысл. Ну, примерно, как обычно, американцы кривляются. Демонстрируют там всяческий цинизм, отрешенность от мира, презрение ко всему, корча из себя мачо и так далее. Ну и вот, прокривлявшись, он в конце все-таки оказывается хорошим человеком и антифашистом. Такая суть. Его очень любят американцы и очень ругают европейцы. Будучи скорее европейцем, я тоже его ругаю. Ну, вот Жорж Садуль, французский критик, пишет, что «Касабланка» это гангстерский фильм практически. То есть, вместо... Фактически все штампы фильма про гангстеров присутствуют, но поменяли все на политику. И политика туда никуда не лезет. Огромное количество всяких стереотипов, в частности, расизм присутствует, так как там Африка тоже, эти все населения присутствуют, местные, но им никто не интересуется. Только проблемы в белых. Американские критики считают, что фильм посвящен внутренней эволюции героя, поэтому он, так сказать, им интересен. То есть, что герой проходит ряд этапов, так сказать, эволюции и приходит к нравственным решениям. Вот что считают американцы. Польский критик Ежи Теплиц считает, что фильм говно. Ну, вот как и я тоже считаю. Пьеса изначально была говно, и сделать из нее кроме говна ничего не было возможно. Вот это пишет Ежи Теплиц. По сути, никакой содержательности в фильме нет. Сплошная вот эти дешевые, имела драматические эффекты, сплошной пафос без особенного развития сюжета. Ну вот, будучи наполовину поляком, вот особенно эта рецензия мне нравится. Вот именно так мне кажется. Я не знаю, что там американцы находят. Мне кажется, вот так вот, когда я фильм отсмотрю. Они кривляются, какую-то херню несут, что-то строят из себя. Сюжет развивается очень медленно. Баба вышла, что-то покривлялась, мужик что-то там покривлялся. Что, куда? А где фашисты там? То есть, вот как мы привыкли в Восточной Европе, как должен быть антифашистский фильм. Там должны быть фашисты, антифашисты. И все должны героически сражаться в критических ситуациях. Ни хрена подобного нет в Касабланке. Там они бухают в кабаках, несут хуйню, и вот это все называется борьбой с фашизмом. Ну, в общем, примерно так европейские критики и пишут. Умберто Эко даже считал это прям вот классикой, так сказать, нагромождение всяких клише. То есть, он это дело изучал. Даже у него специально есть эссе Касабланка. О том, что фильм представляет собой просто нагромождение всяких стереотипов, связанных слабо. В фильм напихали все возможные вот эти вот стереотипы. И фильм практически стал музеем кинематографии. Однако поэтому он и стал популярен, по мнению Умберто Эко. Потому что это сборник цитат, и вот американцы любят цитировать из этого фильма. Много там ярких таких цитат или диалогов таких вот пафосных. И они как бы заходят. Вот поэтому Эко считает. Поэтому типа успех, хотя сам по себе фильм полное дерьмо. И даже полностью набор банальностей фактически. Даже неинтересен по сути. Однако поздние критики, особенно опять же англосаксонские, считают, что герои фильма стали символами. Культовый фильм. Стали частью культуры. Практически вот это стало прецедентным текстом. То есть все это цитируют и ссылаются. Жак Лурсель очень верно и опишет, что американцы это любят, потому что герой типичный американец. То есть за внешним цинизмом скрывается на самом деле идеалист. Вот это характерно для американцев. Русские почему-то себя считают, что они сектанты, которые следуют традиционным ценностям. Хотя русские на самом деле именно циники и прагматики. А американцы наоборот. Американцы считают, что они такие все циничные, прагматичные и деловые. Но большинство американцев на самом деле сектанты. Страна зародилась как сектантская. То есть вот туда бежали всякие за религиозным идеалом. Потом большая часть развития Америки это именно беготня за каким-то идеалом, далеко не прагматичным. И это на самом деле там продолжает оставаться в сердце людей. То есть этому и обучают. Они на самом деле все там какой-то религии исследуют довольно жестко. Даже когда они занимаются там, когда они от кальвинизма своего отходят и переходят в какие-нибудь левые, это все равно для них как бы религия. И это заметно. Особенно вот тем, кто много общается с русскими, которые реально не имеют никаких практически ценностей, являются просто циниками. Заметно, что у американцев ценности есть, но они их почему-то скрывают вот под внешне этой такой пафосно-циничной такой вот этой болтовнью англосаксонской. Всем этим юмором, иронией и всей этой прочей херней. Ну да, вот герой именно так в Сабланке выглядит, но с нашей европейской точки зрения он не смотрится. Потому что, ну если ты человек хороший, ты, блядь, и пошли всех нахуй. А не крутись тут, блядь, не строить себя. А если ты человек плохой, то и хуй с тобой. Вот я так считаю. по поводу этого фильма Касабланка.